Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Сын не догадывался, чем пожертвовали его родители ради него. Много лет он не вспоминал о них, пока отец не разыскал его. Очень часто дети проявляют неблагодарность по отношению к своим родителям. С головой погружаясь в работу и повседневные заботы, они не могут найти время, чтобы навестить отца и мать. Следующая история именно об этом. В одной деревне жил человек по имени Джерри. Он не видел своего сына в течение нескольких лет и поэтому хотел с ним встретиться. Джерри поехал в город, где жил и работал его сын. Он нашел адрес, откуда обычно приходили к нему письма. Мужчина постучал в дверь. Причувствие скорой встречи с сыном вызывало у него радостную улыбку. Дверь открылась, но, к удивлению старика, на пороге стоял незнакомый ему человек. «Здесь живет Томас?» – спросил Джерри. «Нет», – сказал незнакомец. «Он переехал». Ответ встревожил старика. Он не представлял, что ему делать дальше. Пожилой мужчина в растерянности ходил по улице, когда соседи, увидевшие его, спросили. «Вы случайно не Томаса ищите?» – Джерри утвердительно кивнул. Соседи дали ему нынешний рабочий и домашний адрес его сына. Старик поблагодарил их и пошел по дороге, которая должна была привести его к сыну. Зайдя в офис, Джерри спросил администратора. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти Томаса?» «А кем вы ему приходитесь?» – спросил сотрудник. «Я его отец», – тихо ответил Джерри. Администратор попросил подождать и позвонил Томасу, сказав, что к нему пришел отец. Томас был взволнован. Он попросил немедленно пригласить отца в его кабинет. Когда старик открыл дверь, то не смог сдержаться и расплакался. Такие же эмоции испытывал и Томас. Мужчины обнялись, а потом стали расспрашивать друг друга о жизни. «Сынок, мама тоже хотела бы тебя увидеть. Ты можешь поехать со мной домой?» – спросил отец. «Нет, папа, это невозможно. Много дел. Я хочу сделать карьеру, поэтому вынужден трудиться, не покладая рук. Да и к тому же у меня очень нервная работа», – ответил сын. Джерри улыбнулся и спокойно произнес. «Ну хорошо, занимайся своими делами, а я вечером поеду обратно в деревню. Ты не хочешь пожить несколько дней у меня?» – спросил Томас после небольшой паузы. «Сынок, у тебя много важных дел. Я не хочу мешать. Тебе ведь некогда со мной возиться», – сказал старик. «Надеюсь, что мы еще увидимся с тобой когда-нибудь. Мне бы этого очень хотелось». Сказав это, он вышел из кабинета. Томас через несколько недель вспомнил эту встречу, и ему стало стыдно за то, что он так обошелся с отцом. Молодой человек взял отпуск за свой счет и поехал в деревню. Он пришел в дом, где родился и вырос. Но ни папы, ни мамы там не было. Тогда его охватила тревога, и он отправился к соседям. «Что случилось? Где мои родители? Почему их нет дома?» – спрашивал он. К счастью, соседи знали, куда переехала пожилая пара и дали их адрес. Томас поспешил туда. В этом районе было мрачно и неуютно. Глаза молодого человека наполнили слезы, он почувствовал тревогу и продолжал путь неуверенными шагами. Отец увидел его издалека и вышел встречать. Томас подбежал к нему и горячо обнял. «Здравствуй, сын!» – сказал Джерри. «Какой сюрприз! Не ожидал увидеть тебя здесь!» Томасу стало стыдно, и он опустил глаза. «Но почему ты такой грустный?» – спросил отец. «Что-то стряслось?» «Нет, папа!» – ответил Томас. «Просто странно видеть тебя в этой части деревни!» Джерри улыбнулся. «Когда ты поехал в город, – сказал он, – я взял кредит, чтобы платить за твою учебу в колледже. Потом тебе нужна была новая машина. На ферме дела шли не очень хорошо, и я не смог погасить эти кредиты. Тогда я решил попросить помощи и приехал к тебе, но увидел, что ты был очень занят. Да и работа у тебя нервная. Я не хотел взваливать на тебя еще одну проблему и промолчал. И вот нам пришлось продать дом, чтобы рассчитаться с долгами. «Ты должен был мне сказать», – прошептал Томас. «Я ведь не подлец какой-нибудь, чтобы бросить родителей в беде». Джерри посмотрел ему в глаза и сказал, – ты был очень занят. И я промолчал, ведь у тебя такая тяжелая работа. А нам с матерью нужно только одно – чтобы ты был счастлив. Томас заплакал и стал просить прощения у отца. «Не нужно этого», – утешал его Джерри. «Мне хватает того, что у меня есть, и я рад, что ты нашел время и приехал». Родители готовы на все ради счастья своих детей. Очень часто их забота воспринимается как должное. Люди забывают о том, как много мама и папа сделали для них. Иногда об этом они вспоминают слишком поздно. Найдя путь к успеху, конечно, действуйте, не упускайте свой шанс. Но не нужно, идя по жизненному пути, забывать о самом ценном, что есть у человека. То есть о родителях. А что на этот счет можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова